Первый том книги «Открытым оком», вопрос номер 177, тема «Проповедь благовестия». «Посоветуйте, что нужно сделать человеку, желающему идти проповедовать? Что-нибудь из личного опыта и из чего это нужно начинать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Проповедь, свидетельство о Христе для живого христианина также неотъемлемы, как дыхание для родившегося ребенка. «Когда я обратился ко Христу, получив в руки Евангелия 27 сентября 1962 года в 17 часов, я еще ничего не знал, но уже в 21 час весь караван кораблей, которому был приписан и наш корабль Черноморский, стоявший на рейде в городе Венспилс, Латвия, уже знал, что я сошел с ума». «Радость моя встреча со Христом была столь велика, что мне приходилось делать усилия над собой, прилагать всю силу воли и опускать глаза, чтобы постоянно не улыбаться. Душа моя пела и ликовала. Я хотел проповедовать каждой чайке, которой бросал остатки еды, каждой рыбке, которая выпрыгивала из моря. Этому нельзя научить, этим надо жить и дышать. И вот уже ровно сорок лет, как я живу, настроенный на эту волну. В нашей книге «Для Слова Божия нет уз» об этом рассказано. «Просите у Господа Духа Святого». Евангелие от Луки, 11 глава, 13 стих. «Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Второе послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Послание к филиппийцам, 2 глава, 18 стих. «А всем самым и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне». Послание к филиппийцам, 3 глава, 1 стих. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Послание к филиппийцам, 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. «Любящая душа не может другой передать свои знания, как другие могут также любить». Нужно стремиться к тому, что апостол Павел выразил в своем «Дивизии жизни» филиппийцам, 1, 21. «Ибо для меня жизнь, Христос и смерть приобретение». Рассказывая другим о любящем Господе, вы почувствуете особый прилив сил, забудете о собственных бедах и даже тяжкие болезни, кажется, затухают на это время. Торжествующей песней любви, песню песней Соломона показано, как издеваются над душой люди и как ей тяжело. Но вот ее спрашивают, кто твой возлюбленный, кого ты ищешь? И душа забывает обо всем на свете и начинается проповедь, свидетельство о его красоте. «Весь талант речи, поэзии, нежности изливает душа даже врагам». Книга «Песни песней», 5 глава, 9 стих. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» Это любовь, а в любви нет страха. Владимир Сергеевич Соловьев выразил это так. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви».